Маневрная скорость удобства. Мотоцикл тот вид транспорта, предпочтение которому в теплое время года дают все больше и больше водителей. Но не все они ответственны к своему статусу на дороге. С начала текущего года с участием водителей мототранспорта на территории Брестской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Необходимо отметить, что 8 дорожно-транспортных происшествий произошли именно по вине самих мотоциклистов. В результате этих ДТП 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Также необходимо отметить, что один водитель мототранспорта находился в состоянии алкогольного опьянения. Для того, чтобы еще раз напомнить мотоциклистам, насколько важно быть внимательным и пристально следить за дорожной обстановкой, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие. Скажите, за данный период времени нарушения какие-то были? Нет. Не было? Законопослушный всегда соблюдаете? Так точно. Мы хотели бы напомнить, что именно мотоцикл – это средство, которое намного маневреннее автомобиля, но прежде всего это намного повышенная опасность. Поэтому, управляя данным устройством, необходимо быть предельно внимательным. Сотрудники ГАИ также вручили водителям памятные подарки в честь Международного дня мотоциклиста, который прошел на этой неделе. Сами водители же отмечают, что управление мотоциклом в чем-то похоже на искусство, где мастерство прямо пропорционально времени, приведенному за рулем. Первое самое важное – это научиться правильно управлять мотоциклом. Желаю всем, кто хочет получить права, пройти мотошколу обязательно. Я 12 лет за рулем мотоцикла. За 12 лет у меня были неприятные инциденты и опасные ситуации. И часто эти опасные ситуации связаны не с тем, что у нас правила не соблюдают, а из-за какой-то халатности и невнимательности. Это житейские бытовые какие-то обстоятельства. Ну и самое главное – это внимательно, просто быть внимательным. Среди факторов, которые также важны на дороге, это и взаимопонимание мотоциклистов и автомобилистов. Раньше было меньше двухколесных транспортных средств в Беларуси и вообще, а сейчас это набирает большую популярность. Ну и люди привыкают потихонечку. Надо, конечно, всегда понимать, что мотоцикла не видит никто, об этом не забывать, потому что водители машин играют и музыка, и все. И где-то сейчас очень много этих смартфонов, телефонов. Все в телефонах сидят на каждом перекрестке. Даже вот когда мы за рулем едем на мотоцикле, смотришь боковое стекло, и там все сидят, все в переписках, все в гаджетах. В первую очередь соблюдение скоростного режима, ну и обращать внимание, то есть в большей степени я все-таки считаю, ну тут опыт вождения. То есть человек должен адекватно оценивать дорожную обстановку. То есть можно ездить по-разному, но ориентироваться именно в обстановке обязательно. Я долгое время ездил на машине, прежде чем сесть на мотоцикл. И когда видишь примерно и просчитываешь, что может произойти на дороге, ты профилактируешь всякие ситуации. И это та ситуация, где безопасность и комфорт движения напрямую зависит от водителей любого вида транспорта, для того, чтобы дорога всегда была в радость. Продолжение следует...